ребят всех приветствую всем я очень рад необычная ситуация которую не хотел бы я касаться думал забыть но придется девушки позвонили мне с магазина помните перекресток где машина меня сбила около двух недель в больнице пролежал до сих пор ребра у меня сломаны и говорят вчера на этом же перекрестке девушку или женщину машину сбила вот иду к ним магазин они меня ждут сейчас посмотрим с вами видео как там сбили девушку сильно не сильно но дело даже не в этом и буду теперь выяснять кто у нас в городе отвечает за эти перекрестки за светофоры за лежачих полицейских за все такое за безопасность людей пойду разбираться встречаться а чего не будем же ждать пока там гора трупов соберется или искалеченных людей сидят там какие-то начальники ровно на жопе и не шевелится даже по этому поводу ну что же что на волоне у нас тут происходит единственное хоть что-то реальное на чем деньги поднимаются на сегодняшний день список депозитов посмотрим и так вот на сумму 18000 поставили и на сегодняшний день 18954 рубля заработано вот в работе находится эта сумма эти принесли свою прибыль но что отлично будем ждать денюжки кому интересен avalon портал ссылку оставлю в описании под этим видео здрасте а есть юрка охранник да дим я тогда это давай вот как вчера ты показывал не надо флешку я также прям сниму какая-то что какая-то али сняла себе на телефон же тоже на телефоне еще лучше видно чем на камере да это конечно большое спасибо что мы позвонили я теперь разбираться буду с этим вопросом узнаю какие службы занимаются вообще этими перекрестку он хоть вам спасибо хоть кто-нибудь этим займется а ничего себе мог бы крякнуть как меня-то машина сбила здесь дадим еще неизвестно как как был делал то дима ударился на капот и головой об асфальт вот сейчас посмотришь вот это ваш перекресток да да ну давай найдите так ну что вот момент этот включая диму офигеть блин из-за столба ни хрена не видно подняться даже не может но и перекресток дима что это за улица перекресток ленина и как с какой карту карпу да гляди гляди даже подняться не может наверстка машина группа быстро реагирует не поднялась интересно что с ней но сами штаб только снимать пришел там вот это время до какой было пол восьмого вечера и забыла 1419 днем до прямо блин офигеть перекресток у вас проклятый вот этот какой-то да тут вечно что-нибудь случается так что с ней интересно дальше то теперь вот ее в машине а сами да повезут ну что народ вот такая ситуация видели конечно не такая плачевная как со мной случилось но тоже дадим неприятно согласен конечно от звонить выяснять что за службы занимаются этим удар то вроде не сильно добыла что-то она еле поднялась как не сильный он же когда поворачивать уже газу хорошо банкерами сейчас позвоню человеку конкретный удар нет 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 стивена она упала и потом ее тряслась локоть весь видно что пораненый и она была в состоянии шока я домой домой пошла они хотели ее отпустить домой хотели допустите говорит ничего страшного алло 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 вы еще куда ее домой посмотрите на нее дворцы и они взяли тогда поедем нет 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 я домой на состоянии шока и все это она не соображает ничего и они бы сами потому что мы скорую вызвали потом отменили скорую а мчс приехали сразу через три минуты быстро но они уже увезли потому что когда вас когда вас убили мы тоже не поняли в чем дело я у вас просила вы идти можете да это потом когда вы сели юра положил ногу на ящик я увидел вот такая вот рваная рана а вы тоже были в нормальном состоянии ну да и сами сознание были если не видеть рану сказать ну ну человек упал ушибся а какие последствия ну да три ребра сломаны легкая повреждена поэтому и говорю она упала прямо на четыре прямо под бампер ему туда человек трубку не поднимает обязательно нужно обследовать она и домой домой в состоянии шока никакой домой а нет у вас ни у кого какого-нибудь номера гаишни как-то нибудь знакомые и он звоню у меня не берет трубку гаишников вообще нет вы уже давно обжаловать олег петрович что поварить то будем звонить узнавать хотя бы что за деление то полиции позвоню знаешь какое отделение который по моему случаю разбирались то вот то что меня машина сбила ну позвони но хотя бы про отделение может здрасте а вот вы делом моим занимались то машина сбила помните меня маухин артур да я хотел у вас знаете что поинтересоваться а какое отделение вообще занимается вот этими перекрестками светофоры устанавливает там лежачие полицейские какие-то меры предпринимает знаешь олег такое деление как еще раз скажите называется мбл снова с него ага спасибо просто видите девушки мне с магазина позвонили говорят опять сейчас за мной следом еще одну там женщину сбили на этом же перекрестке ну ладно тогда в гору праве узнаю хорошо хорошо спасибо спасибо ага до свидания а видишь али какая ситуация это в гору праве надо узнавать буду узнавать честно ходить в гору праве у меня есть человек ну да ребят что еще хотел вам сказать вчера девушка мне позвонил из паттайи который там живет постоянно говорит с октября месяца таиланд открывается но не для всех туристов а кто едет на длительный срок на всю зиму это надо в консульстве в москве оформлять визу себе на три месяца и ехать туда там единственное еще надо бронировать обязательно отель это условие такое что пустили и придется там две недели сидеть на самоизоляции и все и потом отдыхать к этой визе что потом относится по истечении трех месяцев 2000 бат доплачиваете в иммиграционной службе вам продлевают еще на три месяца они как раньше на месяц и по истечении трех месяцев еще 2000 бат платите еще на 3 продлевают таким образом вот по новой специальной визе можно 270 дней прожить в таиланде но будем дальше суетиться буду узнавать что с этими перекрестками отучу это будем долго ждать пока там куча трупов наберется или покалеченных людей на этом перекрестке и вам обо всем потом сообщу покажу все всем счастливо